Коллеги, всем привет! Начинаем мы с вами седьмую тему. Это вариант установки PostgreSQL. И здесь мы с вами поговорим, конечно же, о том, где вообще PostgreSQL лучше жить. Обсудим различные варианты, где он может быть развернут, какие есть плюсы и минусы каждого варианта. Поговорим, почему Ubuntu, почему я на ней буду показывать, в чем ее преимущество. И обсудим вариант установки PostgreSQL. Думаю, минут в сорок мы, наверное, уложимся. Где вообще устанавливать? Конечно же, конечно же, самое классическое, самое лучшее место, это мощный железный сервер. Там ядер 200, терабайт памяти, что-нибудь такое. Куча-куча NVMe дисков, такое мощное железное. Но, как показывает практика, это практически ни у кого нет. Я только одну такую компанию знаю, крупную, федеральную, где PostgreSQL именно на железе развернут. Обычно, все-таки, используется какая-то виртуальная инфраструктура, облачная или докер-кубер. Давайте разбираться, что у нас есть сейчас на рынке и все-таки в чем преимущество может быть наших виртуальных машин перед железными серверами. Что такое виртуальная машина? И зачем вообще она появилась? Буквально не так давно, как давно время долетит, у нас наши сервера начинали становиться все мощнее, мощнее и мощнее. И очень часто была такая ситуация, что там сервер 128 ядер, а на нем какая-нибудь маленькая, небольшая задача крутится. И, конечно же, пришла в голову идея, что можно делать виртуальные сервера. То есть один физический, допустим, внутри там 100 виртуальных и они бы у нас делили между собой наши ресурсы. То есть вот у нас было бы железо, какая-нибудь хостовая операционная система и на ней был бы гипервизор. Гипервизор как раз в себе бы содержал виртуальные машины. На каждой была бы гостевая своя операционная система и в ней крутились определенные приложения. То есть в целом такая довольно очевидная структура, конечно же, есть ряд нюансов. И основные проблемы это были какие, как делить ресурсы, кому сколько их выделять, чтобы они не мешали друг другу. И, конечно же, в разных системах, во-первых, это полная виртуализация, есть еще пара виртуализации и так далее. Так вот, полная виртуализация. В целом эти проблемы уже давно решены и физически из себя виртуальная машина представляет, грубо говоря, образ или компьютерный файл, который в себе как раз и содержит гостевую операционную систему, файлы приложения, файлы данных и так далее. Они полностью отделены друг от друга, то есть физически, в идеале, если вы ничего не поломали, доступа друг к другу не имеют, если вы это не настроите, да. И если, допустим, у нас 128 ядер, на одну там 10 выделили, на другую 20 и в сумме не должно превышать. Конечно же, есть там разные параметры, как можно шарить, делить, но давайте пойдем от самого простого. В чем плюс? Так как это просто компьютерный файл, то мы можем спокойно скопировать виртуалку, как ни странно это звучит. Спокойно можем сделать ее снапшот или копию, да. То есть мы можем работать просто как с файловой системой, что очень удобно. И на самом деле, представьте, физически сервер куда-то перенести. Ну, имеется ввиду, не взять там троих грузчиков и перенести, а полностью. Это вам нужно примерно такое же железо, да, такая же примерно операционка. А вдруг у вас проблемы совместимости, то есть если кто сталкивался разворачивать программы на Windows серверах, наверняка сталкивались с кучей несовместимых драйверов и так далее. То есть такая довольно сложная инженерная задача. Здесь мы просто переносим файл и у нас получается виртуалка, да, на другом железе. То есть практически мы минимизируем несоответствие желез, библиотек и так далее. То есть в этом есть огромный плюс. Ну вот, например, сегодня я буду показывать виртуалбокс. Вот он у меня запущен. Здесь у меня внутри виртуалочка с Postgres на Ubuntu. Таких может быть много. То есть мы просто определенный кусочек ресурсов отдаем на эту виртуальную машину. Вот, например, она у меня выключена и никакие ресурсы не тратятся. Это просто файл лежит на жестком диске. То есть для чего используются виртуалки? Это для развертывания приложений в облаке. Облако это, грубо говоря, те же самые виртуальные машины, которые ресурсы нам выделяют. Также мы сегодня посмотрим на Яндекс и на Google. Опять же, так как виртуальная машина другой виртуальной машине не меняет, если она у нас поломалась, ну ничего страшного, мы всегда можем ее удалить, пересоздать, восстановить из бэкапа и так далее. Если у нас сломалась физическая машинка, ну как бы печально. Очень проблематично будет ее восстанавливать. Понятно, что железные сервера у нас дублируются, там четыре блока питания, там два процессора, даже если один умирает, все работает. Тоже самое память, амитация, коррекция и так далее. Все дублируется, в том числе и материнки, но все же с виртуалкой нет проблем практически никаких. То есть с ней работает значительно проще, чем с физическим железом. Опять же, можем, например, переезжать с дата-центра в дата-центр. Опять же, поддерживаются различные механизмы, когда живы две виртуалки одинаковых. Вот одна из них умерла, но вторая будет продолжать. То есть механизмов масса и позволяет они нам унифицировать доступ. Они позволяют нам воспроизводить ту или иную среду, потому что на самом деле, как ни странно, даже от версий процессоров может отличаться поведение того же, например, Postgres. Чуть-чуть другая процессор, с каким-нибудь другим подсчетом и до двух раз там может падение производительности составить. Была такая ситуация на одних Golden Axion. Очень легко осуществляется резервное копирование. Это просто файл. Элементарно. Физический сервер забэкапить? Ну, это такая, тоже, скажем так, довольно серьезная инженерная задача. Плюс, тот же самый вирус попал на виртуалку, виртуалку остановили, какие-то данные, может быть, достали и так далее. То есть она не мешает другим операционкам. Опять же, для тестирования, например, спокойно можем развернули виртуалку нужной конфигурации, в ней все протестировали, ее удалили и все. То есть мы максимально утилизируем наши ресурсы благодаря виртуальным машинкам. Здесь я старался это все у нас сформулировать. Что еще? Так как у нас, если допускаются одни и те же операционки, да, мы можем экономить на библиотеках одних и тех же. Скорость виртуальных машин сейчас в современных технологиях запуск практически мгновенен. Это, коллеги, мы сейчас не затрагиваем до кернетизации еще. Соответственно, легко перемещаются, отлично масштабируются. Тут просто в виртуальной машине добавили памяти, например, да. Иногда даже это не требует там рестарта в разных ситуациях. Или там увеличили размер жесткого диска. И так как они у нас изолированы, да, они не мешают друг другу, то есть нет такой проблемы, что вирус попал на нашу одну виртуалку заразил 100 рядом. Естественно, по сети это возможно имеется ввиду меж сетевое взаимодействие. И классика. Это Oracle VirtualBox, который будем смотреть с вами сегодня. Также мы сегодня с вами посмотрим Google Cloud Яндекс.Облако. Ну и классика. Это, конечно же, промышленная система виртуализации. Это Hyper-V от Microsoft, ESXi от VMware, Proximus. Ну и в дальнейшем у нас пошло, конечно же, развитие. Это Docker, это у нас Docker Compose, Cuber и так далее. Ну это уже не совсем базовый уровень. Там убираются еще слои виртуализации. Много-много всего интересного. Почему VirtualBox? Для нашего курса он проходит, подходит практически идеально для вас имеется ввиду, для развертывания в вашей среде. Почему? Поддерживает любые операционные системы. То есть, как там Windows, полуось, Linux. То есть, в любой персонке мы скачали VirtualBox, запустили и внутри запустили другую операционную систему. Вот. Мы будем под Windows смотреть. Скачивается просто бинарник, устанавливается. Если несколько проблем здесь переписано под Windows 10. Раньше, мы сейчас уже не встречал года три. Во всякий случай, ссылочку сделал. И у нас получается с вами вот такое приложение, в котором мы можем просто создавать наши виртуальные машины. имя, где будет расположен файл. То есть, у нас виртуалка, это просто файл. Вот. Или можем там в экспертном режиме побольше параметров настроить. Там память, проц, сеть и так далее. Что-то у меня тормозится вместе с Яндекс.Телемостом. Сори. Я включу созданную машинку ранее. И так как под капотом у нас оказывается просто виртуальная машина, мы просто скачиваем образ диска нужной операционной системы, виртуальный привод его подключаем и устанавливаем. Никаких проблем. Что нужно заметить по поводу того, чтобы устанавливать внутри. Так как у нас Postgres работает довольно отвратительно в Windows. Поэтому использовать мы будем Linux. Про Linux наверняка все слышали. То есть в продакшене как раз, наверное, 99.9 у нас используется Linux. На самом деле под капотом в macOS тоже Linux. Если прям брать, что там находится. Поэтому в продакшене это только Linux. Конечно же, может вы со мной не согласитесь, что у нас есть MS SQL, который работает на Windows Server, Active Directory и так далее. Но по факту при работе с Postgres это все-таки у нас на Linux и с другими системами. На самом деле Kubernetes тоже на Linux. Плюс Linux, я думаю, очевидно. Это open source обычно. Это бесплатность. Ну, обычно мы не берем сейчас там всякие версии от Astralinux, там от RedHat платные версии, интерпрайзные. Но в основном то же самое, например, Ubuntu. Опять же, выход постоянно новых версий, закрытие дыр безопасности, универсальность. Практически все ПО уже даже из-под Windows в Linux работает. По скорости тоже оптимально. Естественно, можно разные там выбрать файловые системы в Linux и так далее. Даже из коробки Linux работает очень хорошо. Чего не сказать о Windows. То есть, в случае с Postgres надо использовать Windows. Даже кто любит у нас 1С и там сборка изначально идет под Windows, то просто рядом поставьте машинку с Linux и поставьте туда 1С и будет работать он у вас значительно лучше. Минус у Linux, конечно же, тоже есть. Это относительно высокий порог вхождения. Но на 10 лекции в следующий раз мы с вами познакомимся поближе и увидим, что в целом от Windows он практически не отличается за рядом нюансов. Но значительно производительнее, надежнее. И почему Ubuntu? Дистрибутивов масса. Первое, Ubuntu бесплатен. Во-вторых, он относительно безопасен. Но при этом он не содержит различных сложных настроек безопасности. То есть, из коробки, установив Ubuntu, вы можете работать. Вам не нужно практически никаких знаний для того, чтобы отработать, а это замечательно для обучающего процесса. Также обратите внимание, что есть просто Ubuntu. Это у нас серверная часть без графического интерфейса. Есть Ubuntu Desktop, который у нас и содержит в себе графический интерфейс. На самом деле, графический интерфейс это просто программа, как ни странно. Так, а у меня вообще зависит VirtualBox. Это просто программа, которая вам изображает графический интерфейс. То есть, в том же Windows. Но сейчас он уже не встроен. Можно в самом Windows работать уже без графического интерфейса. Раньше без него Windows не работал. В Linux наоборот. Графический интерфейс это просто программа для вашего взаимодействия с иконкой. Это вот виртуалку я просто импортировал. Виртуалка у меня выгружена на облачное хранилище. То есть, я выгрузил виртуалку. Просто сделал ее импорт. Я сейчас ссылочку тоже пришлю. И она будет в презентации, как ее импортировать. И при входе, там пароль 123, пользователь студент. Вот у вас получится виртуалочка с Ubuntu. Все. Такая же там кнопочка пуск. Все на русском. Все довольно очевидно. Единственное, что видимо Яндекс Телемост все подтормаживает. Такой же File Manager, Firefox. В целом, все очень дружелюбно. Кто с ней сталкивался, рекомендую по моей статье установить, поработать. Естественно, есть вот командная строка. То есть, по классике с Ubuntu мы работаем через консоль. В целом, мы будем в основном так работать. Вот наша консоль. И здесь мы можем там любые команды выполнять. С этим у нас на 10 лекции мы с вами ознакомимся. Ну вот, например, команда посмотреть, что у нас с дисками. Ну, видим, что здесь у нас есть диск на 150 гигабайт. Вот. Это все мы с вами на 10 лекции посмотрим. То есть, бояться ничего не нужно. Единственное, что из нюансов. Alt Tab здесь внутри виртуалки переключает. Если мы нажимаем правый Ctrl, мы освобождаем захват клавиатуры. И можем переключаться. Ну, вот у меня все в лекции написано. Вот. Почему еще Ubuntu? Потому что постоянно выходят релизы. Основная версия выходит каждые два года. То есть, она была Ubuntu 20.04. LTS. LTS это Long Time Support. Она будет поддерживаться пять лет. А промежуточные выходят раз в полгода. Они поддерживаются не больше двух лет. В целом, не рекомендую использовать в продакшене только как эксперимент. То есть, коллеги используем только специально обученные дистрибутивы. Это LTS. Следующий, соответственно, вот выйдет в следующем месяце 24.04. Что еще? Не рекомендую сразу использовать дистрибутив, который вот вышел. Выйдет в следующем месяце 24.04. Подождите каких-нибудь патчей безопасности. Потому что, как обычно, что-то обнаруживают практически сразу. То есть, лучше подождать пару месяцев. Дистрибутив закроет основные дыры. Вот. И потом можно использовать уже дистрибутив. Что еще? Очень важно обновлять дистрибутивы. Тоже покажу в 10 лекции. Почему? Потому что, опять же, закрываются дыры безопасности. Выходят новые версии ПО. Они обычно работают быстрее, лучше, надежнее. Вот. И что еще? В дистрибутивной версии есть удобный центр приложений. Как ни странно. Магазинчик. То есть, вот он у нас есть Ubuntu Software, где вы можете установить практически все, что хотите. В данном случае мы с вами будем еще смотреть графический интерфейс. Это Debiver или Bobber для доступа к PostgreSQL. То есть, в целом, полностью соответствует нашим ожиданиям. Идеально подходит для обучения. Ну и в целом, в продакшене тоже с этим проблем никаких нет. Естественно, в продакшене дистопной версии не используется. Как установить Postgres Linux? Скачиваем образ. Ну, например, Ubuntu. Ну, можете любой, какой вам нравится. CentOS и так далее. Вставляем при запуске виртуальный оптический диск. То есть, вот у нас есть виртуальный диск. Сюда просто подключаете ISO образ. Ну и далее, далее, далее. Вы устанавливаете Ubuntu. Выбираете пользователя. Создаете. Задаете ему пароль. Пароль. Напоминаю, здесь пользователь будет студент. Пароль 123. Вот. Ну и все. И работаете с Linux. Что у меня? У меня здесь должна быть ссылочка. А, вот ссылочка на мой блог, где все в картинках расписано. Что нужно делать? У меня виртуалка просто Ubuntu. Внутри ничего нет. Здесь рассказано, сколько выделять памяти на установку. А здесь у меня еще так 20. Выделяете память. Ну, желательно 4, лучше 8 гигабайт диск от 15 гигабайт. Единственное, обратить внимание, может быть диск имеет смысл побольше. Он по умолчанию устанавливает нам еще различные пакеты. Там офисные и так далее. Они могут больше 15 гигабайт занять. И место может закончиться. Ну, 20 тогда, если пакеты будет еще обновлять. Офисные там Firefox. Вот. Как создать виртуалку? Показывается. Нажимаем кнопочку создать виртуалку. Или импорт конфигурации. Вот у меня лежит голая виртуалка с Ubuntu. Там пароль у нас логин студент, пароль 123. И у вас она появится вот точно в таком же виде. Внутрь ничего не ставил. Поскольку помню, позволь тоже не ставил сейчас. Так. Секунду. Да, позволь не ставил, это просто виртуалка. И все. У меня больше ничего нет. Ну, если кто боится на секьюрность, можете скачать со социального сайта. Это, ну... Внутрь я ничего не ставил. Что еще стоит заметить? Можно настроить еще... Ну, чтобы экран не гасился. Но, в целом, любые настройки, они у нас вот в кнопочке пуск. То есть... Идем в настройки. Настройки экрана. Отключаем, чтобы он каждые 5 минут не гасился. В целом, это виртуалка. Это... Ни к чему нам. Сорри. Немного подтормаживает. Видимо, OBS Studio, Яндекс.Телемост. Думаю, уже другой ноутбук будет на следующей лекции. Так... А, вот я уже отключил. То есть это просто Power, да? И говорим, чтобы у нас экран никогда не гас. Мне нужно постоянно пароль вводить. Вот здесь внизу. Настройки автоматически сохраняются. Кнопочки Save нет. Поэтому никаких проблем с этим тоже нет. Так, магазин хотел показать. А, пока он каталог магазина скачивает, создает. Давайте дальше посмотрим. Так, вопрос от Никиты. Как, в принципе, подбирать ресурсы под VM? Есть ли калькулятор? Смотрите. Если вы говорите про обучение, я вот прям в статье привел. То есть от 4 гигабайт, более-менее 8 гигабайт, ну, ядра 2 минимум. Не в плане обучения. А это очень интересный, Никита, вопрос. Он прямо, скажем так, очень животрепещущий и единой методики нет нигде. Что можно сделать? На тестовом контуре воспользоваться каким-то начальным, начальной конфигурацией. Допустим, там 16 ядер, там, не знаю, 100 гигов оперативки. Соотношение ядер к оперативке обычно идет 1 к 4, 1 к 8. Вот одно ядро там на 4, на 8 гигов памяти. И, соответственно, дать нагрузку и посмотреть, справляетесь вы или нет. Если не справляетесь, больше. Вот, то есть нет единого инструмента, потому что у всех разные базы, у всех разная нагрузка, у всех все разное. Вот. Какие настройки конкретного Postgres нужно устанавливать, я потом покажу. В зависимости от того, какая у вас виртуалка. Там есть калькуляторы для этого. А какую конкретно виртуалку выбрать, это нет методики. Если кто знает, ну, поделитесь. То есть мы берем, выбираем какую-то среднюю машинку или которую у вас есть, нагружаем и смотрим, сколько идет потребление ресурсов. Если потребление ресурсов 100%, ну, значит, нужна мощнее виртуалка. Если там 10-20%, значит, можно похлопее взять. Никит, ответил на вопрос? Да, коллеги, на вопрос. Отвечай, ставьте плюсик в чат. Поэтому я бы с удовольствием и написал статью, и рассказал, как это делать, но методики нет. В принципе. Конечно же, вы далеко не первый, кто задает такой вопрос. Мы тоже много его с кем обсуждали. Здесь нужна точка отсчета. Опять же, учитывайте, что разные процессы по-разному, соответственно, разная производительность. Что еще? Не забывайте включить двунаправленный буфер обмена. Это у нас идет... Да, вот клавиатура. А, вот буфер обмен двунаправленный, чтобы вы могли копировать скрипты внутрь виртуалке и нару. Так, что еще из важного? То есть, в целом, для прогресса, для обучения такой виртуалки вам хватит за глаза. Но я буду показывать все в облаках, потому что, ну, лично для меня и вообще это довольно удобно. То есть, вы буквально одной командой создаете виртуалку, подключаетесь, установили постгресс, поработали, или удалили виртуалку, или остановили, и все, деньги у вас не тратятся. Сколько денег уходит на виртуалку, мы тоже сейчас с вами обсудим. Опять же, ссылочка, как развернуть в Гугле. Да, коллеги, у вас Гугл, скорее всего, будет недоступен, но я еще в Яндексе буду показывать. Гугл просто быстрее и позволяет это все более информативно и быстрее вам показать. И, опять же, галочками подсвечено, как создается Инстанс, относительно все просто. Давайте посмотрим. Естественно, в графическом интерфейсе никто не создает. Я покажу вам, как работать из консоли. Ну, конечно же, Terraform и Insable мы проходить на базовом курсе не будем. Классика в любом облаке. Создать Инстанс. И выбираем характеристики. Классическая схема это два ядра 4 гига. Хватает практически на все обучающие процессы. Если только вам не нужно 10 инстансов поднимать. Обычно выбираете, какой регион, какой дата-центр. У Гугла их очень много разных регионов, дата-центров, сотни. И что мы здесь выбрали? Видите, даже разные инстансы, разные серии, можно про них почитать. И каждый имеет свои характеристики. То есть, два ядра одной серии, скорее всего, будут не равны двум ядрам другой. Здесь нужно как раз исходить из того железа, какое у вас есть. Тоже очень важный момент. Да, кстати, вот, Николай, при закупке железа под новые сервера, ну, желательно протестировать, как там Postgres работает. Неоднократно наблюдал разную производительность на разных ядрах. Поэтому желательно такое железо как-то взять, потрогать, поработать. Ну, вот что у нас. Два ядра 4 гига. Обратите внимание на небольшой нюанс. Это разделяемое ядро в два потока. Гипертрейдинг включен. Ну, два ядра. 4 гига памяти. Что у нас? 10 гигабайт. Распределенный диск, скорее всего, CEF используется под капотом. Давайте включим SSD. И выбираем, какая операционка у нас будет. Под 20.04 по умолчанию. Вот 22.04 можем выбрать нашего Ubuntu. Да, единственное, обратить внимание, под какой тип процессора у нас. X86. И эта виртуалка у нас будет с вами стоить... Будет стоить виртуалка... 26 долларов в месяц. Итого это где-то доллар в день, 90 рублей в день. Делим на 24 часа. 4 рубля в час. То есть вы создали, один час поработали, удалили, с вас спешится 4 рубля. Каждый день по 4 рубля. Это даже меньше, чем одна кружка кофе. Поэтому главное здесь не забывать удалять виртуалки. Мы с вами будем разворачивать более промышленным способом. Через утилиту G-Cloud. Это бинарничек. Скачивается, подключается к облаку. Вот. И здесь мы просто эти же характеристики вводим. И у нас получается за пару секунд создана виртуалка. Что довольно быстро. У Яндекса чуть помедленнее все это работает. Но смысл абсолютно тот же самый. Я Яндекс тоже буду показывать. Все. Виртуалка у нас создалась. На что стоит обратить внимание? Как получить доступ внутрь? Для этого есть несколько классических путей. Для тех, кто работал в серверной серверами. Мы можем просто монитор в браузер вывести. Для этого у нас должно быть включено вот такой параметр. Надеюсь, я его сейчас найду. Они периодически просто меняют дизайн. Это включенный мониторинг всякий. Или нет. Нам нужно... Сейчас, секунду. А, вот. Нам нужна консолька для доступа. Это мы сюда нажимаем. И нам просто вот на экран в браузере выводится экран, как будто бы физический монитор подключен к физически, к этому серверу. Так, конечно же, никто доступ не получает. Это очень неудобно. Поэтому основной вид доступа к виртуальным машинам, напоминаю, там нет графического интерфейса, да? Это у нас SSH-ключ. В Google он настраивается в метаданных. В Яндексе тоже покажу. И это пользователь и его открытый SSH-ключ. SSH это подключается по асимметричному ключу шифрования. Сейчас мы с вами разберем. У меня, по-моему, вот здесь вот ссылочка. Вот. Шифруют консольное подключение. То есть мы должны через утилиту сгенерировать два ключа. Открытый и закрытый. Открытый мы можем делиться практически, в принципе, с кем угодно. Закрытый никогда никому не передавать. Соответственно, что происходит? У нас получается асимметричное шифрование. И в секьюрном режиме мы подключаемся к нашему серверу по сети. Ссылочки на почитать, что такое SSH и симметричное шифрование. Вот. А у нас давайте мы с вами подключимся. Можем подключиться опять же через утилиту G-Cloud. Она сама IP-адрес подставит по SSH. Или можем второй момент взять наш IP-адрес из виртуальных машинок. Обратите внимание, у нас есть внешний IP-адрес, который смотрит в сеть интернет. И есть внутренний IP-адрес, который смотрит в нашу защищенную секьюрную сеть. Нам, соответственно, для подключения нужен внешний IP-адрес. Указываем, каким пользователем и куда подключаемся. Пользователь у нас вот в консоли. Мой пользователь. SSH-ключик у меня уже был прописан. Так, здесь он предлагает нам подтвердить, что мы хотим подключиться к виртуальной машине. Так. А, букву пропустил. Е. Для подключения. Вот, сейчас мы будем создавать SSH-ключи, посмотрим, что это такое. Вот я внутри нашей виртуальной машины PostgreSQL, который я только что создал на Ubuntu. Ubuntu 22.04, четвертой версии. И давайте мы с вами установим PostgreSQL. У нас еще дальше будем обсуждать варианты установки. Но давайте, наверное, самый простейший вариант. Судо повышаем свои права до SuperAdmin, потому что мой пользователь не SuperAdmin, это просто пользователь. И говорим утилита apt. Установи PostgreSQL. Спрашивает, мы хотим его установить или нет. Ну, говорим, конечно, хотим. Сейчас мы будем еще разбирать разные варианты установки PostgreSQL. Это самый простейший. Просто команда. Там тоже есть ряд нюансов. Сейчас мы их разберем с вами. Все. PostgreSQL у нас установлен. Сейчас я буду тоже объяснять попозже, что за ультилиты. Установился у нас 14 PostgreSQL по имени main, по порту 5432. Видим, что он запущен. Ну или зелененький. Сейчас подальше будем с этим всем разбираться. В итоге что? Создали одной командой виртуалку. Одной командой мы подключились. И одной командой мы установили PostgreSQL. Можем с ним теперь работать. Как подключиться я сейчас тоже буду показывать. Давайте просто сначала покажу, а потом разъясню. И вот наш PostgreSQL. Версии 14.11 на Ubuntu 22.04. И вот база данных по умолчанию внутри. То есть, еще раз. Одной командой создали виртуалку, подключились PSSH и установили PostgreSQL. Давайте разбираться, как подключаться PSSH. Для этого я создам рядом виртуальную машину. Во втором окошке. Зайду на нее. Здесь нужно отметить, что через GCloud, когда создаю секунду 10, еще будет ключ прописываться PSSH. То есть, его нету и подключиться не могу. Вот. А ключики у нас находятся в домашнем каталоге. Так, кстати, покрупнее сделал. Так, сори. Ноутбук сошел с ума. Да. Пора менять. Так, сделал покрупнее. И наш профиль находится вот в каталоге SSH. И вот наши ключики. Открытые. Вот мой ключик как раз от моего пользователя iugen. Точнее, вот он. Точнее, это пользователь iugen. Это мой ноутбук. Давайте подключаться с вами к машинке SSH. Это я нахожусь на ноутбуке. Делаю подключение по SSH. И нахожусь на виртуалке SSH Test. Это виртуалка у нас Postgres. Коллеги, плюсик, если понятно, что одна виртуалка Postgres, вторая SSH Test. Сейчас будем смотреть, как генерировать SSH ключи для доступа. Плюсики в чат. И смотрите, если мы просто попытаемся подключиться по SSH, мы не сможем это сделать. Потому что нашего SSH ключа открытого на машинке Postgres нет. То есть вот здесь в списке нет нашего ключа с этой новой виртуалки. То есть здесь нужно его создать заново. Для этого у нас используется что? Давайте проверим, что не работает. Видите, нас не пускает. Давайте сгенерируем ключ. Для этого используется утилитка SSH keygen. Предлагает имя ключа задать. Ну, в целом можете, например, по имени пользователя задать. По умолчанию он будет называться idrsa. Можно такое оставить. Можно без пас-фразы. И давайте посмотрим, как это выглядит. LS просто выводит список файлов. LI еще скрытые файлы выводит. И, коллеги, мы получаем два ключа. Первый это открытый ключ, публичный. Им можно делиться. Второй закрытый без расширения. Им ни в коем случае делиться нельзя. Вот. То есть если вы хотите куда-то подключиться, вам вот этот ключ нужно предоставить или человеку, который его забьет вот сюда во вторая стки на той машинке, ну или самим его внести. Давайте мы это и сделаем. Здесь единственный минус у консоли бывает глюк. Если не в полный экран открыто, он там ставит знаки переноса. Естественно, если будет лишний знак в ключе, конечно же, он не подойдет. Поэтому не открыв полный экран. Теперь нам нужно отредактировать вот этот файл. Добавить в конец этот ключ. Повторяю еще раз. Открытый ключ. Использую тюлитку nano. И просто мы сюда ctrl-v вставили ключ. Чтобы выйти, соответственно, вот ctrl-x. И сохранить буфер yes. Какой файл. Все. Что мы сделали? Сгенерировали два ключа. Открытый и закрытый. Открытый ключ. Ставили на виртуалку, куда хотим зайти. Теперь. Говорим, хочу зайти. Все. Мы внутри виртуалки Postgres. Коллеги, насколько ли понятно, как я сгенерировал ключи и подключился? Где один? Вообще ничего не понятно. Десять. Все в целом понятно. Очевидно. Но нужно самим проделать. Пожалуйста, в чатик. Подключение полностью секьюрное. Цифруется. Если вы нигде не потеряли свой закрытый ключ или не используете старые системы подключения PSSH, которые сейчас были спрометированы месяц назад. Все уже операционные выпустили патчи. То это практически не взломать эту систему. То есть у вас секьюрное подключение и вы как раз подключаетесь к вашей машинке. Даже не знаю, что трудно добавить. Еще ссылочки есть на почитать. Единственное может быть какая загвоздка. Иногда агент не запущен для подключения PSSH. Ну, вот такую команду выполнить. Можно выполнять сколько угодно раз. Единственное, она выполняется, естественно, там на машинке, откуда мы подключаемся. Кстати, интересно, он три агента, что ли, не запустил? Не должен. Вот. Старый, скорее всего, закрывается при этом. Соответственно, что еще можем? Если у нас несколько ключей, несколько пользователей, то вот такой командой SSSH ADD можем добавить еще такого пользователя. Как вы видели, уже SSH ADD и запустил, и добавил. Иногда бывает на других линуксах. То есть иногда, если не подключается, еще вот такие две командочки выполнить. Обратите внимание, это мы вручную внесли данные. И только на одну виртуалку. Если мы хотим внести сразу на все, которые в будущем будут создаваться, то это в гугле нужно вот в метаданных просто добавить этот ключик. Так, смотри, свернул. Вот, здесь в метаданных просто его добавить. И тогда на все следующие виртуалки, которые вы будете создавать, этот SSH ключик у вас уже будет. Ну, это обычно он создается один раз с вашего ноутбука для доступа к вашей инфраструктуре. Так, что? Важно, что еще сделать? Вот один из студентов пожаловался и говорит, а как подключиться извне к нашему, к нашей виртуальной машине. Вот. Ну, это у нас следующая лекция. Я пока две машинки тогда оставлю, попозже их погашу. А я покажу, как использовать Яндекс.Облако. На самом деле все в целом то же самое, как и с любым облаком. Давайте смотреть. Да, как я уже сказал, правильно использовать не вручную накликивать виртуальную машину, а использовать утилиту G-Cloud. Ссылочка, как ее установить. Ну, или более взрослые инструменты, там, Terraform. Ну, их мы разбирать. Terraform точно не будем на курсе SQL с нуля. Яндекс.Облако. Все то же самое, только утилитка не G-Cloud, а Яндекс.Клауд. Ну, два символа. Тоже вот ссылочка, как ее установить. Первый месяц бонусы на регистрацию. То есть там виртуалка будет практически бесплатно. Но даже если взять небольшую виртуалку, вот специально сделал сюда скриншот, 2000 рублей, поделил на 31 день, на 24 часа, получается 2,8 рубля в час. То есть даже если вы там 3 часа поработали, сколько это, 9 рублей. Ну, мне кажется, это вообще ни о чем. Как только вы удалили instance, вы за него не платите. Если остановили, платите только за русский диск, там тоже копейки. Берем Яндекс.Клауд. То же самое, виртуальные машины. Ну, почти то же самое. Что-то они переделывали. Писали письмо, давно не заходил. Вот, точно так же создаем VM. Выбираем точно так же, сколько ядер, какого ресурса, сколько памяти, какой диск, какого размера. Вот, если вы создаете не дисктопную версию, то 10 гигабайт вам хватит за глаза. Имя, дата-центр. О, четвертый дата-центр открыли. Кстати, не так давно стали строить, уже сделали. Прикольно. Смотрите, выбираем Ubuntu нашу классическую. Ну, естественно, HDD диск не рекомендую. SSD диск. Вот, 10 хватит за глаза, ну, можете 20 поставить. Что еще, обратите внимание. Чем мощнее у вас инстанс, чем больше диск, тем больше UOPs. Да, операции ввода-вывода. Чем мощнее у вас количество ядер памяти, тем больше будет скорость сети. Такие вот интересные взаимосвязи. Давайте развернем. Кстати, вот, инстансы удаляю тоже. Jcloud, инстанс делита и все, виртуалка удалена. В Яндекс.Облаке чуть потяжелее команда, ну, чуть побольше параметров. Что здесь есть? Количество ядер, количество памяти. Важно, что указываете и name, и hostname. Вот, потому что имя машины, это имя, которое отображается в Яндекс.Облаке, а hostname, это имя самой виртуалки. Если hostname не указать, это, кстати, не указано в документации, оно будет случайно, что очень неудобно. 15 гигабайт диск. Соответственно, Ubuntu 2204. Обратите внимание, что в Гугле, что в Яндексе, мы указываем семейство. Не полностью версию 2204, сборка такая-то. А семейство, он стоит последнюю доступную. Не нужно обновляться будет. Точнее, обновляться нужно, но не настолько много. И вот здесь самый важный момент, это добавление SSH ключа. В Яндексе, ой, в Гугле такого нет. Вам нужно сразу указать, какой будет пользователь по SSH подключаться. Для этого вам нужно сделать свой файлик. Он немного отличается от классического SSH. Давайте посмотрим. Перейдем в домашний каталог. Перейдем в каталог SSH. Посмотрим файл. Мой публичный. Вот, мой публичный SSH ключ, который я должен был поделиться. А в Яндексе немного по-другому. Давайте мы посмотрим, как он выглядит, текстовый файл. Все то же самое, только впереди нужно написать пользователя и двоеточие. А так это идентично. Зачем это делать, я не знаю, потому что пользователь в конце и так указан. Это вот такие вот у нас Яндекс разработчики. То есть вам что нужно сделать? Создать текстовый файл, указать такое же имя пользователя, двоеточие и скопировать туда публичный ключ. После этого вот параметры вы указали. И таким образом, создавая виртуалку, у меня автоматически туда прописывается SSH ключ. Но это еще не последняя тонкость. Сейчас расскажу. Создается виртуалка. Как вы видите, подольше, да, чем в гугле. Поэтому, несмотря на все мои примерки, которые я буду показывать в гугле, точно так же можно делать в Яндексе. Просто подольше создаются виртуалки. И чуть-чуть писать помедленнее. Вот. Как генерировать SSH ключи я уже рассказал. Можем посмотреть, естественно, таким образом, какой IP-шник нам присвоен. По имени инстанса. Ну, в целом, ту же самую информацию нам выдаст. И вот мы видим, во-первых, наш внутренний IP-адрес для нашей внутренней сети. Еще раз. Когда мы открываем Postgres, не надо открывать его в интернет. Да, это не его задача оттуда защищаться от атак. Вот наша интернет-сеть. Здесь важно заметить, что... Сейчас, секунду. Мы, когда подключались к гуглу, мы указывали моего пользователя. Ну, мы в текстовом файле его прописали. Так вот. Меня так не пустят. Согласен? Видите, тонкость. Пробел указал, и он не понимает, что я хочу. Да, хотим. И нас не пустили. Я, когда первый раз подключался, только думаю, что же делать. Пошел искать документацию. Часок. Попил кофе. Почитал документацию. И написано. Подключаться нужно из-под пользователя Яндекс Клауд Юзер. Ну, окей. Не пускает. Что делать дальше? После второго часа и третьего литра кофе обнаружил, что в документации используете root для входа. Спрашивается, зачем мы в текстовом файле прописывали моего пользователя. И он говорит, что лучше используйте пользователя Ubuntu, а не root. И не пускает нас под root. Так вот. Какого бы пользователя вы не указали в SSH-ключике, подключаться нужно вот так вот. SSH, Ubuntu и IP-адрес. Такая вот особенность у Яндекса. Коллеги, плюсик, если понятно. То есть пользователь будет все равно Ubuntu. Но подключиться по SSH вы можете с вашим ключом. Как ни странно. Что еще? Давайте мы 16-й Postgres сюда поставим. Для этого давайте разбираться, как вообще менять версию Postgres, которую мы хотели установить. Напоминаю, что для пользователя, точнее для виртуалки в Google, у нас установился 14-й Postgres. Сейчас будем разбираться, почему именно 14-й. Как можно установить Postgres? На самом деле мы переходим просто в каталог. Не каталог, точнее как. Интернет-каталог, да. Выбираем семейство, на которое мы хотим установить. На Windows все просто, да. У нас там будет версия там и экзешничек. Так, на Linux чуть сложнее. Выбираем нужный дистрибутив. В данном случае это у нас Ubuntu. И здесь он вам выдает команды, которые нужно выполнить для установки. Что здесь происходит? Мы добавляем репозиторий с Postgres. Добавляем секьюрный ключ для шифрования доступа к репозиторию, чтобы у нас не было атаки man-in-the-middle. Обновляем список пакетов. И устанавливаем Postgres SQL. На что здесь стоит обратить внимание? Что вот я рекомендую вам не указывать просто Postgres SQL, а указать нужную версию. Потому что в зависимости от операционной системы Postgres будет разный. То есть вы предполагаете, что будет 16, а по факту может 14 поставиться. Поэтому лучше указывать конкретную версию Postgres SQL, DeFi и нужная версия. Например, в Ubuntu 20.04 устанавливается 12-й Postgres. В нашей Ubuntu 22.04, которую вы видели, установился 14-й Postgres. Для того, чтобы не было разночтений, то есть вы используете какую-то функцию 16-го Postgres, которая нет 14-го, а у вас установился 14-го, у вас все поломается. Поэтому для того, чтобы не было вообще каких-то шагов влево-вправо, указывайте версию, и будет вам счастье. В данном случае что я делаю? Устанавливаю Postgres 16. Он, правда, не установится, потому что я не добавил репозиторий. Так, давайте сейчас покажу. На самом деле, что я сделал? Я вот эти все команды, которые вот здесь перечислены, ну, с решеточкой это просто комментарий, он нам не нужен. Я объединил в одну команду через двойной аперсант. То есть что происходит? Сначала он выполнит одну команду, после нее вторую команду, после нее третью команду и так далее. То есть чтобы мне 10 раз не вводить, не ждать окончания, я собрал все в одну команду. То есть так можно делать. Ну и нужно. Следующий момент. Так как это все требует нам вправ администратора, я повышаю свои права команды sudo. То есть у меня пользователь iugen, он не суперадминистратор. Для того, чтобы я мог выполнять суперадминские команды, у меня есть доступ к утилите sudo. Эта утилита как раз повышает мои права до суперадмина. Дальше что я делаю? Указываю вот такую опцию. Она предназначена для того, чтобы мне на экран не выдавали всякие вопросы. Типа, оставить ли такую утилиту? Вы уверены, что хотите сделать это? Я говорю, мне не интерактивно, пожалуйста. Сделай без меня, подумай, что нужно сделать. Дальше я указываю ключики для apt-апгрейда. То есть есть apt-install, установка пакета. Есть апгрейд, обновить все пакеты, которые есть на последней версии. И также здесь указываю минус y, чтобы на все вопросы займет 200 мегабайт, вы хотите или нет. Сразу говорю yes на все вопросы. И второй момент еще говорю quiet. На экран ничего не выводи. Вот. Далее что я добавляю? Репозиторий, как в команде. Добавляю ключик для секьюрности. Соответственно обновляю список пакетов. И опять же в не интерактивном режиме устанавливаю 16 postgres. Давайте попробуем его просто установить. Так. Вот. Пакета он не нашел. Для того, чтобы у нас появился пакет, нам нужно, во-первых, подключить репозиторий. Такой вот длинной команды. Далее, соответственно, нам... Я разобрался на разные команды, чтобы вам было понятно, что вообще происходит. Нужно ключик добавить, да, для нашего репозитория. И нам нужно обновить список пакетов, потому что репозиторий-то добавлен, а какие в нем пакеты, как бы, Linux не знает. Делаем apt-get update. apt-get и apt – это одинаковые утилиты. apt-get по-старому называется просто. Ну, как вы видите, на Яндексе чуть помедленнее все это устанавливается, чем на Гугле, поэтому я на Гугле обычно делаю. И, соответственно, устанавливаем 16-й Postgres. Как вы видите, он сразу бы нашел, откуда установить. Пошел в репозиторий, скачал бинарники и стал устанавливать там 16-й Postgres. Пока Postgres устанавливается, давайте поговорим дальше. Вот, то есть следующий вариант – мы просто ставим Postgres QL. Здесь, еще раз подчеркиваю, в зависимости от того, какая у вас операционка, какой версии, может поставиться, ну, разный Postgres. Не самый лучший вариант, потому что, еще раз подчеркиваю, потом, ну, хотели 14-й, получился 12-й, что потом делать? Или хотели 12-й, получился 14-й. Также можно… Да, чуть-чуть некорректно. Здесь имелось в виду on-premise – это просто бинарник, да? Второе – это Postgres. Третье, от которой сейчас показываю, что добавляем репозиторий и так далее. Да, вот, кстати, вот эту штуку сейчас еще покажу. Sorry. Также мы можем Postgres собрать из исходников. На самом деле он у нас из открытой open-source решения. Можем туда, соответственно, добавить какой-нибудь функционал. Сейчас тоже посмотрим. Ну, естественно, Docker, Kuber. Ну, здесь, да, еще не указал DBS решение, Database as a Service. Ну, все-таки у нас SQL с нуля. Так. On-premise. Идем в Download, выбираем экзешник или RPM из магазина. В основном, только для тестового окружения не рекомендую использовать. С репозиторией тоже проблема, что в 2022 это будет 14, в 2022 и так далее не самый лучший вариант. Самый лучший вариант – это вот как раз классический добавление репозитория, добавление ключика, обновление списка пакетов и установка нужной версии. И это как раз production-ready вариант. Ну, мы не рассматриваем Ansible всякие штуки. Вот. Я сейчас отвечу на вопросик в чате. Следующий вариант – собрать из C исходных кодов. Ну, идем к Configure, Make, Install и так далее. Занимает сборка на средней виртуальной машинке порядка 20-30 минут. Ну, как вариант сборки для закрытого контура. И встречал такие пару проектов, что проходит там SB в закрытом контуре, да, собирается на конкретную каждую машинку. Скачивается с FTP, да, и собирается. Что можно делать? Можно внедрить вообще любой функционал, который вы хотите. Просто вносите исходный код в C исходники. Вот. И реализуете. Ну, практически все, что хотите. Какой минус этого варианта? Что при выходе новой версии вам нужно опять вносить изменения, а не факт, что они будут там же. То есть это такой очень сложный вариант. По этому пути, например, пошла компания Tantor, которая выпускает дистрибутивы Postgres'а с рядом улучшений, в том числе для LNS. И вот они каждый релиз готовят по несколько месяцев, да. И причем не каждый. То есть сейчас у меня был 14.11. Давайте посмотрим. Релиз. Вот. Они где-то выпускают один, ну, максимум два релиза на версию. Иногда пропускают версию. То есть потому что это 3-6 месяцев подготовки, внесения изменений в C-шный код. То есть его нужно найти, где он в новой версии. Вот. Подготовить изменения – это очень сложно. Опять же, это тоже минус с той точки зрения, что вы купили такую сборку какой-нибудь компании. Вам нужна эта функция. Хотите потом через два года обновиться – компании, например, нет. Или говорят, не поддерживают этот функционал. Что делать? А вы уже отказаться не можете. То есть не рекомендую вот этот путь. DockerCuber. Ссылочка на то, как установить, на что стоит обратить внимание, ставим только с официальных репозиториев. Очень много фейков в интернете, и потом у вас будет майнер. Или у вас зашифруют базу, будут требовать денег. Буквально вот столкнулся в прошлую пятницу. Позвонили с крупной компанией, да, пришлось людям помогать восстанавливаться после такого шифрования. Вопрос. Имеет ли смысл ставить постгаз в Docker Container, кроме как самой разработки, в чем цель? Конечно же, имеет. В основном я бы даже сказал, что больше 50% установок – это у нас идет Docker и Cuber. То есть в чем преимущество? Это у нас идет универсальность решения. То есть не нужно тратить кучу времени на поддержки, на сборку, на установку. Одна команда в Docker – все, у вас Postgres. Очень много production. Баз прямо просто в Docker, как ни странно. Ну, Cuber – все в него и так потихоньку уходят. Там это вообще в ряде крупных контор отдается на откуп разработчикам. Те могут просто там отказустойчивые патроны в Cuber запустить одним там YAML-файлом, YAML-программирование. Можно и реплику настроить в Cuber. В Docker, а какая разница в реплику в Docker? То есть Docker контейнер – это такая же, грубо говоря, относительно виртуалка под капотом. В Cuber обычно настраивается, уже берется или, соответственно, оператор, или что-нибудь там прямо четко прописываешь. Хочу отказустойчивый кластер в патроне там в пяти репликах, бэкапа туда, все туда, в этом файле прописал, и все, кластер развернут. То есть унификация, скорость развертывания в последнее время выигрывает, чем, конечно же, более правильное развертывание на виртуалках. Вариант установки Postgres. Опять же, статья о моем блоге почитать. Вот, но мы уже установили. И на что здесь стоит обратить внимание? Так, а мы будем сейчас еще рассматривать доступ извне, да. Сейчас тогда там посмотрим, что делать нам с клиентом. Так, Postgres развернули, установили, выбрали Ubuntu, везде поставили, в Яндексе поставили. Так, Яндекс нам уже не нужен, давайте грохнем виртуалку. А, кстати, Яндекс мы же не посмотрели, что установился. Ну вот, 16-й кластер. Все на Яндексе установилось. То есть Яндекс как бы вот рекомендую в качестве обучающих проекта делать на Яндексе, потом просто удалять виртуалку или останавливать. Все-таки VirtualBox относительно тяжеловесен. Как видели, немного подтормаживает. Но VirtualBox с газографическим интерфейсом, что, наверное, может быть более удобно. Что здесь стоит обратить внимание? Буду, наверное, не раз об этом говорить, что у нас после установки Postgres будет пользователь Postgres в операционной системе. Давайте посмотрим. Вот, это наш пользователь Postgres. Postgres собачка-виртуалка Postgres. Это пользователь Linux. Из-под этого пользователя и запущен PostgresQL. Но! У нас также есть пользователь СУБД Postgres. То есть есть Postgres в Linux. Вот он. Вот так выглядит командная строка. Есть пользователь Postgres внутри СУБД. Вот так выглядит командная строка. То есть внутри СУБД заканчивается на решеточку, а внутри Linux заканчивается на собачку. В чем нюансы между ними, я буду рассказывать. Но обратите внимание, что команды Linux не работают в Postgres и наоборот. Ну, точнее, здесь они могут работать. Я покажу как. Но прямая команда, вот, например, список посмотреть с монтированных систем. Видите, она не работает. По поводу бесплатного гранта 4 тысячи на месяц в Яндексе. Тысяча дается на виртуалки. 3 тысячи дается на остальные сервисы. Ну, тысячи – это просто за глаза хватает. То есть, смотрите, с учетом того, что я практически виртуалки каждый день кручу-верчу, и не по одной бывает из десяток. Например, мы возьмем в Гугле биллинг. У меня, по-моему, максимальный биллинг за месяц выходил что-то порядка двух тысяч. Это с учетом того, что у меня там по 8 ядер несколько виртуалок, там по 64 гига памяти. То есть, поработал, выключил и все. Так, что вот у меня? Вот 53 рубля целых потратил. У меня целый день мощная виртуалка работала. Вот, что тут у нас, если за другие периоды? Так, туда. По-моему, 2000 у меня максимум было. За год с 1 марта 23 по 31 марта за 13 месяцев я потратил 6 тысяч рублей. В среднем 500 рублей в месяц. То есть, виртуалка создал по работе, удалил – это идеальное средство, оно не мешает, и прям все удобно. Евгений ответил на вопрос. Вот, и что еще стоит сказать? Пользователь Linux – Postgres, пользователь СУБД – Postgres, еще и база данных по умолчанию – Postgres. Ну, это три разные Postgres. Подальше будем с вами разбирать. Коллеги, остались ли вопросы? Желаю.